В Казанском федеральном прошло очередное заседание ректората. Под председательством ректора Ильшата Гафурова, проректора и руководителя структурных подразделений обсудили серьезные задачи, поставленные на 2018 год. Первой стала тема развития инновационных технологий и методов обучения, которую поднял Дмитрий Таюрский. Обучение в и вне аудитории, поскольку сегодня происходит активный переход от традиционных лекционных залов к кастративному пространству, Из образовательных технологий, которые сегодня существуют, я хотел упомянуть несколько, очень коротко. Это технология перевернутого класса. Идея заключается в том, что если в обыкновенном традиционном способе обучения студенты сначала изучают теоретический материал в классе, то тут все наоборот. Сначала студенты получают в качестве домашнего задания изучить весь теоретический материал, все проработать, а прийти в аудиторию уже для того, чтобы разбирать ошибки и так далее. Такой тренд уже получает активное развитие в мире. Образовательные ресурсы переходят в интерактивную форму. При этом ректор отметил, что ситуация актуальна и для будущих поколений студентов. Необходимость в смене подходов возникает уже при работе с абитуриентами. Дмитрий Альбертович озвучил, есть предложение этот год, может быть, качество образования, может быть, по-другому назвать, может быть, новые технологии, но этот год хотелось бы посвятить полностью вопросам, связанным с образованием, в том числе и с новыми технологиями, с их внедрением. Не случайно вторым вопросом повестки дня стал доклад ответственного секретаря приемной комиссии Олега Бодрова о подготовке к старту кампании 2018 года. Он напомнил, что в этом году приемная комиссия расширит свою географию. Причем институты получат дополнительные возможности для привлечения абитуриентов на модули магистратуры и аспирантуры. Что касается основной задачи этого качественного приема, здесь задача ставится персонификация приема одаренных абитуриентов. Чем мы можем их завлечь? Не только предварительными какими-то работами с ними, а вот эксклюзивным подходом к их обучению. Что предлагается здесь? Сформировать из числа высокобольников, победителей Олимпиад, элитные группы студентов первого курса для обучения по программам повышенной академической нагрузки. Я думаю, что в этом ключе, если мы будем использовать этот аспект и в профориционной работе, нам будет что показать нашим высокобольникам. Готовы к запуску две новые научные единицы. Речь идет о создании в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ Центра геотермохронологии. Он станет отправной точкой для новых исследований углеводородных месторождений. Второй крупный старт в скором времени ожидается в Институте международных отношений истории восстаговедения КФУ. Здесь планируется к запуску ситуационный центр, в котором сконцентрируются актуальные исследования Ближневосточного региона. В завершении ректор предложил выносить на рассмотрение ректората вопроса, требующие специального утверждения или голосования. Остальные текущие ситуации будут решаться в ходе ежедневных утренних сеансов видеоконференц-связи.